И вновь о происходящем в Японии. На этой неделе японские инженеры слили в океан почти 11 тысяч тонн радиоактивной воды с аварийной станции Фукусима. При этом японские власти уверяют, что эта операция серьезной опасности для окружающей среды не представляет. Впрочем, раньше они заверяли, что вся ситуация на Фукусиме находится под полным контролем. О продолжающейся катастрофе, причем теперь уже не только для Японии, рассказывает Александр Петров. 11,5 тысяч тонн, именно столько радиоактивной воды сбросили в Тихий океан ликвидаторы на Японской АЭС. По мнению экологов, это равносильно преступлению. Но японские атомщики уверены, чтобы ускорить работу по ликвидации аварии, сливать зараженную воду в Мировой океан необходимо. Абсолютно правильная мера, позволяющая вести работы на АЭС. Она развязывает руки, чтобы реально вести ремонтные работы на станции, считает директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов. Другая часть экспертов говорит о крайне опасных последствиях такого решения. Ведь помимо йода-131 и цезия, в воде могут находиться более опасные примеси плутония и даже полония. Когда вода, морская особенно вода, испаряется, она же не просто, так сказать, испаряется тихо. Ветер гуляет, ветер поднимает брызги, брызги несут радиоактивные растворы, которые оседают на солях, и за много сотен километров они могут разноситься. Ну, известно, что в соли Черного моря обнаруживается и дальше Ростова. Попадая в легкие эти аэрозоли, они попадают в легкие прежде всего, они с помощью крови и прочих наших сред, внутри легких, они растворяются, попадают в кровь, разносятся по организму. Сброс радиоактивной воды нанесет большой вред промысловым видам рыб. Радиоактивный йод, так или иначе, он каким-то образом, как любые вещества, усваивается планктоном и элементарными водорослями. И они в основном погибая, оседают на дно, и образуются радиоактивные илы. Ил радиоактивный, он в десятки, сотни раз, тысячи раз более активен, чем вода. Есть такая опасность, что рыбы могут получить тоже с кормом какую-то долю радиоактивности. Прежде всего это касается тех рыб, которые обитают в непосредственной близости от берега. В случае продолжения слива у рыб, живущих у побережья, могут начаться непредсказуемые генетические мутации, заявил ученый из университета штата Флориды Уильям Бернетт. И, похоже, опасения специалистов подтверждаются. В понедельник в мальках рыбы песчанка северная обнаружили повышенное содержание радиоактивного цезия. И это несмотря на заверения японского правительства, что морская фауна не пострадает от повышения уровня радиации в море. Власти Японии уже призвали население воздержаться от употребления в пищу этого вида рыбы. А Россельхознадзор ввез запрет на ввоз рыбной продукции с 242 японских предприятий. Речь ведь идет не только о рыбе. Речь идет о загрязнении и придунных областей. А там другие уже обитатели. Это и крабы, и трепанги, и много чего другого. Из-за боязни радиации владельцы японских ресторанов в Париже и Гонконге терпят колоссальные убытки. Посетители не желают потреблять суши и роллы. В России также с осторожностью стали относиться к импорту из Японии. Любой продукт, который приходит в нашу страну, он проходит через таможню. И он обязательно проверяется на наличие радиации. Но есть такое понятие, как контрафакт. Поэтому гарантировать на 100%, что в нашей торговле не будет товаров с вот этим вот превышенным радиоактивным фоном, на 100% нельзя гарантировать. Однако до нашей страны рыба из Японии не часто доплывает. Успокаивают в Россельхознадзоре. Я думаю, что не открою большого секрета, если скажу, что многие рестораны, японская кухня, они работают на сырье из других стран. С Японией мы рыбу не везем практически, не везем, потому что она дорогая. Да, мы везем всякую экзотику для особых гурманов, которые вдруг нашли, видимо, в своем генофонде, какие-то следы японской цивилизации в последнее время запали на вот эти сушибары и так далее. Ешьте наш борщ, и вы будете спасены от воздействия через главный источник возможного поступления радионуклида. На этой неделе на северо-востоке Японии произошло новое землетрясение, которое стало самым мощным после разрушительного удара стихии 11 марта. Подземные толчки магнитудой более 7 баллов ощущались на большей части острова Хансю, в том числе в Токио, и вызвали значительные разрушения. На еще одной АЭС, Анагава, которая располагается на расстоянии почти 400 километров от столицы Японии, обнаружена утечка радиоактивной воды из резервуаров с отработанным топливом. Александр Петров, Евгений Федоров. Аналитическая программа «Постскриптум». Субтитры создавал DimaTorzok